Всем привет, друзья. Не дождались мы до завтра. Уже вечер. Чебурашка приехал уставший. Но досюдка настаивает. Столб пришел, про который я говорила. Пришел, надо забрать. До завтра не ждет. Ну, а Чебурашка на машине. Сейчас скинем. Ну, как он в разобранном виде? Зая нам сегодня столик соберет. Да, конечно. Зая вот такой у него глаза аж в кучу. Он устал. Он в четырех часов на ногах, по делам туда-сюда. Сейчас столик. Мы тебя очень любим. Правда, очень. Я знаю, что он не любит. Капец. Так что столик соберем. Естественно, я вам покажу, что это за чудо-столик. Да, обычный стол. Просто, чтобы заниматься удобно было. Там дела свои, там не полк, ничего. Ну, это уж такое. Это лучше, чем... Бегуны. Бегуны бегут. А мы тоже, наверное, что-то смотрят все вечером. Зая, береги себя. Ты что? Тебе нельзя. Нет, нет. Нет. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Да, вечером сейчас начали бегать. Вечерами. До поликлиники обратно. Да. Забежал туда, давление померили. Давай. Илья пойду. Нет, пойдем вместе. Ого. Я забыла, что мы машину-то... А потом мы дальше. Обратно. Домой прибежал. А потом этот дышать намордник, да? Кися. Чья-то. Кошек еще столько. На столовую. Ну да. Ой, такая ситуация неловко вышла. Друзья, стол оказался очень тяжелый. Несмотря на то, что он маленький. Господи, там метр 20. Он маленький, но он очень тяжелый оказался. Маленький, маленький. Немаленький. Давай, поднатужься. Да, я помогаю, помогаю. Какие вы молодцы, Зарь. Ну да. А ситуация... Бегать буду, да? Бегать лучше буду. Ну, лучше. Чем-нибудь столы носить ваши. Ну ладно. Столик маханькой. Он говорит, что нереально тяжелый. А ситуация-то чуть-чуть неловкая получилась. Девушки, там две сотрудницы, которые... Они говорят, можно вас попросить в следующий раз такие вещи крупные, ну, крупногабаритные, заказывайте курьером. Потому что, говорит, нам никто не помогает, а мы сами все это тащим. Он говорит, невероятно тяжелый. Я говорю, да вы что? Я ж не знала. Во-первых, я не знала, что он такой тяжелый. Столик и столик там ничего не было. Я даже на вес не посмотрела. Во-вторых, как всегда в таких случаях, ну, это же не мебель, да? Мебель, диван-то сюда точно, наверное, не привезут. Как его нести? Это автоматом-курьером. А кресло и все. Ну, я и думала, он в разложенном виде, ну, там две-три коробочки, ну, и так. А, понимаешь, мы бы пешком ее еще хотели бы. Ну, я не знала. Саньки вы не донесли. Я прям, да, я даже извинился, говорю, решки, правда, не знала. Конечно, я очень редко заказываю через, ну, Озон там и Алисовая любимая, да? Вот эти вот, что-то крупное. Ну, такое. В основном это какие-то такие вещи, не очень крупные. Ну, я правда, я не знала. Теперь буду знать. Он прям неловко перед девушками. Я просто думаю, а что им не помогают, а сколько же это товаров? Представляете, там у них куча, это что, что они сами... Ну, судя по всему, та еще работенка, я не знаю. Прямо они твои уходи тогда? Да, очень, видимо, да. А это хорошо, так вдвое. А если бы она там одна, а бывает и по одному? Ну, не знаю, не знаю. Прямо даже как-то это... Буду знать теперь, я не знала, да. Если понадобится что-то заказать такое крупное, то, конечно, у курьеру доставка. Там не вовку. Столик говорит, где наш? Она говорит, вон он. Вот он говорит. Это точно наш столик? И-и-и-и! Она говорит, ага. Зая, качайся, качайся. Качай праздник. Столик, точно плохо? Точно. Ну, чужой, придется обратно тащить. Ну, просто махонький там, и на картинке там некрупный, и так, и метр там с копейками. А-а-а-а. Дур так, фиг поднимешь. Короче, сейчас придем. Зая нам все это дело соберет, и я вам покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok